Два десятка убитых, около 50 человек пострадало по состоянию на 17 часов московского времени. Почему говорю по состоянию на? Потому что сейчас сложно оценить масштаб ситуации, более-менее внятные какие-то цифры, может быть появятся к завтрашнему дню, может быть к послезавтрашнему, может вообще через неделю, а может никогда мы не узнаем этих результатов, потому что мы же с вами прекрасно помним, что в подобных ситуациях власти очень любят отмалчиваться, я сейчас без наездов, я просто говорю то, что вот было в моей практике, и то, что я буду говорить дальше, это просто мое субъективное мнение, не более начиная. Вообще за всей этой историей я следил в течение всего дня в режиме онлайн, и версии, которые появлялись, они были в общем одна удивительная и другая. Изначально говорили о каком-то газовом баллоне, который взорвался в столовую, имеется в виду обычный газовый баллон, чтобы работали для приготовления конфорки, хотя она изначально была какая-то несколько глупая, во-первых, баллоны так не взрывают, чтобы такое количество пострадавших, во-вторых, ну какой баллон в образовательном учреждении, да еще государственном, кто бы его разрешил там поставить, спустя час власти признают, да, это был теракт, и вот тут вообще началось что-то невразумительное, группа террористов, а именно о группе террористов говорили, которая появилась уже на территории техникума, непонятно откуда, то ли из туалета, то ли из какой-то там специальной комнаты на втором этаже, появились с оружием, и давай расстреливать всех подряд, они врывались в какие-то кабинеты, стреляли в людей, тоже непонятно как группа террористов могла попасть на территорию образовательного учреждения, которое охраняется, и как сейчас выясняется, сотрудниками полиции, минуя охрану с оружием, со взрывным устройством, предлагаю послушать. Что говорят? Мертвые, убитые есть. Дети что ли? Наталья Георгиевна. Слушайте, мы открыли мероприятие «Блудскилз». На 11 поехала в БТИ подписывать договор с детьми по практике. Ну, наверное, я бы сейчас была трупом, потому что Настю, мою кролика, убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно, детей трупов полно, настоящий тиран. Мы ворвались, и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался, взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холл, бегали, потом бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали, ну, я не знаю с чем, по второму этажу открывали кабинет и убивали всех, кого могли найти. Еще через час пошли разговоры, нет, это были все-таки не террористы, это был просто какой-то сумасшедший ученик, а-ля Брейвик, который дома в кустарных условиях практиковал, хобби у него такое было, производил взрывные устройства, а еще некоторое время назад он приобрел 12, по-моему, ружье 12-го, по-моему, калибра, и несколько дней назад прикупил 150 патронов для этого ружья. Слушайте, еще смешнее, 150 патронов человек пошел покупать, ему их продали, никто не поинтересовался, зачем ему такое количество патронов, ага, еще спросили, поди до кучи, слушай, там еще БТРы тебе не нужны, у нас есть и танк вам. Я хочу выразить соболезнования родственникам погибших и выразить надежду на то, что пострадавшие поправятся и как можно быстрее мы все для этого сделаем. Ну, тоже, как мне кажется, какая-то нелепая версия. 17-летний пацан, а уже назвали, что, да, его имя, там, Владислав Росляков, по-моему, 2000-го года рождения, так вот, 17-летний пацан, который умеет изготавливать взрывчатку, который владеет, в общем, огнестрельным оружием, умеет стрелять, который знает, что такое тактика, что такое стратегия, повторюсь, продвигает на территории охраняемого, учебного заведения с оружием, со взрывчаткой. Кстати, предлагаю послушать мнение профессионального военного по этому поводу. Мое предположение, это не спонтанная бойня, устроенная слетевшим с катушек молодым человеком. Это подготовленный и четко спланированный теракт. Уже есть сообщение, что он хотел брать заложников, очевидно, чтобы выдвинуть какие-то требования, но что-то помешало и пошло не так. Он подорвал бомбу, выбрав самый подходящий момент для большего числа жертв. По всем признакам видно, что это совершил подготовленный человек. На фото видно, как он достал профессионально, держит оружие от бедра. Поэтому я уверен, что этот человек проходил спецподготовку. Повторюсь, ребят, я просто сейчас озвучиваю информацию, полученную из открытых источников. До сих пор, кстати, не ясно, что стало с этим террористом, террористами. Ну, если взять за внимание версию, что вот этот Владислав, по одним данным он вроде как застрелился, по другим вроде как сбежал, и даже его фотографии где-то там распространяли. Но, скажу еще раз, раньше, чем завтра, послезавтра, мы об этом точно не узнаем, а может быть и никогда не узнаем. Но меня-то на самом деле волнует другой вопрос. Зачем и кому это нужно? Теракт в Керчи, в Крыму там никогда ничего подобного не было. Если бы оно и случилось в Москве, ну хотя бы было бы понятно, для чего. Какие цели преследовали террористы, а так, ну если честно... Так или иначе, а выводы, ну, например, я для себя смогу сделать, ну, сегодня вечером, посмотрев вечерние выпуски новостей, скандалить и шоу какие-то. Почему, спросите вы? Потому что это мне спецслужбы ничего и никогда не расскажут, а им какую-то информацию сольют. Вопрос, правдивую или нужную? От того, что будут говорить у того же Соловьева сегодня в эфире, можно будет сделать и выводы соответствующие. Если опять начнут болтать про некий украинский след, тогда возможно, что версия про Ингушетию, которая тоже сегодня озвучивалась, и где уже месяц не утихают страсти, может быть, и она имеет под собой какую-то почву. Но, повторюсь, я просто высказал свое мнение, ну и будем посмотреть. Все, спасибо, что выслушали. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok